Как бы прекрасно было купить биткоинов году в 2010-м, нужно увеличить цену как минимум в 4 раза. Безопасность, доходность и перспектива. Рад приветствовать на канале Коинпост. И у нас для вас хорошая новость. С 2010 по 2019 год доходность инвестиций в биткоин составила 10 миллионов процентов и обогнала множество IT-компаний. А если считать от цены биткоина в марте 2010 года, а это 0,3 цента, то всего за 10 лет цена первой криптовалюты выросла более чем на 338 миллионов процентов. И это просто цифры. А хорошая новость в том, что биткоин по-прежнему является крайне привлекательной инвестицией. И поэтому сегодня я хочу обсудить с тобой, уважаемый зритель, следующие вопросы. Зачем вообще нужно во что-то инвестировать? Почему именно биткоин должен быть в каждом портфеле? И сколько его нужно купить? А перед началом ролика спасибо нашему самому постоянному и активному зрителю Еноту. Просьба никого не обижаться, я знаю, что вас много всех обожаю, но в один ролик вместить не могу. Также мы не против биткоина по 60 тысяч долларов, но только на 2020 год. А вот дальше можно продолжать рост и лететь на Луну. А может и к самому Солнцу. И минутка самокритики. Вы даже не представляете, как сложно придумать заголовок, чтобы и не переборщить, и зрителей привлечь. Сам не хочу, но по-другому Ютуб не работает. Присоединяйтесь к нашему сообществу. Будем создавать идеальный криптомир вместе. Мы начинаем. Кстати, а каким мессенджером пользуетесь вы? Вот мы используем только Телеграм. Ведь это самый безопасный, продвинутый и независимый мессенджер в мире. Его очень не любит наше государство. И уже второй год пытается заблокировать. Его создатель Павел Дуров пытается построить в нем свою экономику будущего. Уже сейчас в Телеграме можно зарабатывать на геочатах, телеграм-ботах и даже просто ведя свой канал. Вообще там много возможностей, которые нужно знать. Об этом нам рассказал канал Телеграммер. Если ты хочешь зарабатывать в Телеграме и овладеть всеми его секретами, то рекомендуем подписаться на канал Телеграммер. Ссылка в описании. Небольшое обращение. Если ты, уважаемый зритель, знаешь, что такое финансовая грамотность и уже стал инвестором, то я не имею ничего против, чтобы ты немного промотал вперед. Дальше мы расскажем о том, какой инвестиционный портфель нужно собирать, исходя из сложившейся ситуации на фондовом и криптовалютном рынках. Но сначала немного матчасти. Как устроена жизнь современного человека? С момента устройства на первую работу ты начинаешь бегать по кругу. Ведь вроде бы и должность становится выше, и зарплата растет, но ведь и расходы тоже увеличиваются. И с одной стороны ты как бы стал жить лучше, но по факту каждый месяц выходишь в ноль и живешь от зарплаты до зарплаты. Да и большинства бизнесменов это тоже касается. Только в их случае жизнь делится на периоды от одной выручки до следующей. И ты вроде движешься вверх по социальной лестнице. Вот и телефон взял дороже предыдущего, улучшил квартирный вопрос, пересел с метро на такси. Но пока ты медленно идешь вверх, с трудом взбираясь на каждую новую ступеньку. Кто-то другой проезжает мимо на лифте и сразу оказывается на террасе с бассейном и коктейль-баром. Ну, у каждого свой рай, не судите строго. И чтобы вырваться из замкнутого круга, нужно как можно раньше начать формировать капитал для получения пассивного дохода. Это нельзя сделать за день, месяц и даже несколько лет. Чтобы попасть в заветный лифт и подняться сразу на несколько этажей вверх по социальной лестнице, нужно будет приложить множество усилий. Пока вы научитесь накапливать средства, соберете их и затем научитесь получать с этих сбережений пассивный доход. Но с другой стороны, сегодня, в век интернета, это доступно абсолютно каждому. Главное иметь желание и немного самодисциплины. На этом лирическая часть нашего видео заканчивается и я перехожу к биткоину. А если вам интересна тема финансовой грамотности, инвестиций или пассивного дохода, то на экране опрос. Нужно ли делать видео с уклоном в эти тематики или нет? Варианты ответа «да», «нет» и «иногда можно». От твоего голосования будет зависеть выбор тем для новых видео. Уверен, что большинство хотя бы раз задумывались о том, что как бы прекрасно было купить биткоинов году в 2010-м. Ну, в крайнем случае в 2013-м. Можно даже по максимальной цене на то время в 1000 долларов. Однако есть одна проблема – путешествия в прошлое пока не изобретены. Но зато мы можем жить в настоящем и своими поступками влиять на наше будущее. Вы знаете, что любой актив, и биткоин не исключение, и имеет свою историю. И его цена движется согласно определенному рыночному циклу. Мы уже делали несколько видео на эту тему ранее. Или можете посетить наш сайт и почитать статью. Ссылочку оставлю в описании. Согласно данной теории, такой цикл начинает с фазы умных денег. Когда в актив заходят избранные, которые сумели найти его и оценить перспективы. А в награду за их риск – самая лучшая цена для покупки. И сейчас я скажу одну вещь. Только не подумайте, что схожу с ума. Биткоин на данный момент с его текущей ценой в районе 10 тысяч долларов и максимальной стоимостью в 20 тысяч долларов все еще находится в начальной фазе умных денег. Поясняю. Посмотрите на изменения цены на данном графике. На нем прекрасно видно, как со временем биткоин проходил через различные рыночные циклы. Можно выделить пики во время параболического роста, найти локальное дно и остальные атрибуты. А теперь посмотрим на обычный график цены биткоина за все время. Первое отклонение от прямой линии, которое можно легко заметить – это рост цены первой криптовалюты до 1000 долларов в декабре 2013 года. Дальше линия курса отрывается от нуля, но до весны 2017 года на ней проблематично рассмотреть серьезные изменения. И я более чем уверен, что после установления нового максимума цены текущие колебания 2017, 2018 и 2019 годов тоже во многом сгладятся и станут похожи на линию. Ведь придется увеличить масштаб графика. И весь период за первые 10 лет жизни биткоина будет выглядеть всего лишь как первичная стадия накопления. А наши умные деньги. Потому что мы можем сколько угодно рассказывать о принятии криптовалют на ютубе и в телеграм, но мы все еще безумно далеко от массового использования биткоина. Текущие 174 миллиарда долларов капитализации – это менее 3% от рынка золота. И чтобы откусить хотя бы 10% от этого пирога, нужно увеличить цену как минимум в 4 раза. А если замахнуться на 20% и учесть тот факт, что биткоину нет надобности конкурировать с золотом? Ему достаточно забрать часть денег с фондового рынка, где вращаются десятки триллионов долларов. И как раз сейчас созданы оптимальные условия для выхода инвесторов из традиционных финансовых инструментов и их перехода в криптовалюту. Говоря об оптимальных условиях для биткоина, я имею в виду сложную ситуацию в мировой экономике. Мы уже делали несколько видео, где рассказывали о возможном скором наступлении финансового кризиса. Например, в последнем ролике на эту тему разбирались, виноват ли Дональд Трамп и его торговые войны в сложившейся ситуации. Или он, наоборот, пытается все исправить хоть немного и с собственной выгодой. А сегодня расскажу об инвестиционной стратегии Энтони Помплиано, которую он предложил, исходя из текущей ситуации. Для справки, Помплиано – это американский предприниматель и инвестор, который отметился работой в Facebook и Snapchat. А сегодня является сооснователем венчурного фонда, ориентированного на блокчейн-технологии и криптовалюты Morgan Creek Digital Assets. Да, он зарабатывает на инвестициях в биткоин, но тем не менее, давайте послушаем его предложение. Итак, Энтони Помплиано предлагает вариант формирования инвестиционного портфеля, который он называет «радикальная защита», «безопасность», «доходность» и «перспектива». Вот как можно охарактеризовать данную стратегию. Ведь нам предлагают не быть жадными и постепенно выходить с фондового рынка. Нужно вывести 95% собственных накоплений в наличные, а 5% перевести в биткоин. Такой совет строится на базе того, что предыдущие версии «радикальной защиты», когда в биткоине находилось лишь 1,2% средств, а остальное было в наличных, показали прекрасную доходность. Теперь же есть смысл увеличить долю в биткоине до 5%, потому что данный инструмент становится все доступнее для институциональных инвесторов. И цикл биткоина приближается к фазе роста, в то время как традиционные рынки стоят на краю пропасти. А такая большая сумма наличных – это не деньги, которые надо прятать под подушкой. Это запас для покупки по дешевке акций, которые сильно обесценятся во время кризиса, чтобы покупать, когда на улицах будет литься кровь. Как нас учат Джон Рокфеллер и Уоррен Баффет. Почему мы уделили внимание данной инвестиционной стратегии? Потому что она отлично вписывается в наш совет. Хоть это и не финансовая рекомендация быть осторожным и не заходить в криптовалюты на все деньги. Сейчас поясню эту точку зрения. Но сначала попрошу тебя, уважаемый зритель, поддержать наш канал лайком, подпиской и репостом. Ведь у тебя точно есть с кем поделиться таким роликом. А если все перечисленное уже сделано, то принимай от нас большое человеческое спасибо. Вернемся к покупке биткоина. Когда я говорю, что нужно инвестировать, я не призываю вас совершать поступки с большим риском. Процесс обеспечения стабильного и внушительного пассивного дохода – это не казино и не лотерея, а продуманная и планомерная работа на протяжении нескольких лет. И то, что пример таких стран, как Аргентина или Венесуэла, указывает на прибыльность ставки на биткоин в случае краха национальных валют, то это еще ничего не гарантирует. Первая криптовалюта появилась уже после последнего финансового кризиса. И у нас нет истории статистики поведения биткоина в подобной ситуации. Поэтому он хоть и мой любимый актив, но все еще находится в списке рисковых вложений. И не стоит игнорировать данный момент. Напиши в комментариях, считаешь ли ты биткоин активом с потенциально высоким риском? Или уверен в нем на все 200%? А на этом сегодня все. Спасибо за просмотр. Канал Коинпост. Подписывайся и просвещайся. Подписывайся и просвещайся.